Добрый день, дорогие друзья! Я прошу вас звонять в свои места и отмечить мобильную телевизию. Спасибо. Около года назад возникла идея инициировать проект у губернатора Белгородской области Евгения Ивановича Савченко. Проект образования Белгородской композиторской школы. Сегодняшний концерт – это первые результаты действия молодых композиторов, их творчество, которое впервые услышали такая широкая, увлекательная. Я приглашаю на эту сцену и предоставляю слово ректору Белгородского государственного института искусств и культуры, доктора педагогических наук, кандидата в социологических наук, профессор, члену-корреспонденту Международной Академии наук и педагогического образования, заслуженному работнику культуры России Сергея Ивановича Уфорганского. Собственно говоря, ведущая все уже и сказала. Мы знаем, что у нас на Белгородчине есть композиторы, есть союз композиторов. Это и Николай Кирюков, Влада Кирюкова, и Иван Кирюкович Турнов, бывший художественного руководителя филармологии, заступил в детстве искусств, тоже пишет музыку. У него есть замечательная для хора произведение, это очень исполняемое, интересное. Мищенко, преподаватель Укрюковича, тоже пишет музыку. Небольшая группа наших композиторов, и многое не может быть, многое не может быть, потому что, мне кажется, это особый дар, особый талант, особый уровень развития музыкальной способностей. Хотя, конечно, нельзя предпоставить, что ты исполнитель, значит, ты недостаточно талантливый, а композитор будет. Нет, это разные два, разные стороны дарования человека. Но когда человек умеет из окружающего мира звуков извлекать те образы, которые потом складываются в прекрасные созвучия, это особый талант, особый дар. И у нас уже на протяжении нескольких лет на Белгородчине есть такая номинация при проведении мероприятий, посвященных победе русского оружия, советского оружия в дарском скамбуре. Премия по области музыкального искусства. Мы выдаем премии и художникам, и писателям. И вот родилась идея в области музыкального искусства. И в том числе присуждали премию как композиторское искусство. И вот действительно уже было сказано, Евгений Степанович по завершении одного из таких мероприятий год назад отходит и говорит, а почему бы вам, ребятам, которые склонность проявляют композиторскому искусству, не попытаться чить, целенаправленно учить? Ну, мы понимаем, что актуалит лицензию, прием, композиторский факультет, да это в ближайшие годы невозможно, это и кадры нужны, и совершенно другой состав, это больший состав студентов. И мы решили, факультативно готовить, как дополнительно к основной специальности. Это, безусловно, расширит, углубит и украсит политру таланта того или иного музыканта. Чем бы он ни занимался, то ли пианист, то ли пианист, скрипач. И вот получилось. И нам очень повезло, что с нами сотрудничает визящий московский композитор, его есть Ильич Зайцев. Заслужены дети искусств, доцент. Он работает в престижнейшем музыкальном вузе столицы Ревнишники и работает у нас. И вот иметь такого, как это слово не совсем подобрал, иметь, сотрудничать с таким выдающимся и прекрасным мастером, это большое счастье. Большое счастье. И тем ребятам, а их не так много, было сначала 8 человек, но тут стало меньше, естественно, на то еще кто-то добавится. Сотрудничать с таким человеком, с такой мыбой, это большая радость, большое достижение. И вот сегодня, как вы уже сказали, первый опыт, первая наша встреча. И символично, что она проходит в таком праме культуры, в музее народной культуры. Это здание всегда принадлежало культуры. Ведь вы, наверное, знаете, что это городской театр. Наверное, не все меня тут знают, да? Это городской театр. До революции, по-моему, до революции. До революции здесь был театр. Смотрите, сцена, она, правда, была больше. А вот полкова, зрительный зал, это центр духовной, творческой жизни белгородцев 19 века, до революционного периода и после революции. Пока не был построен новый театр, имеющий имя, носящий имя, имя Щепкина. Вот это и был городской театр. Это был городской театр. Потом это здание было освещено присутствием изобразительного искусства, картины, или народной культуры. Все с культурой связано. Все связано с искусством. И не случайно же первые опыты представляет именно это. Я хочу, во-первых, поздравить ребят, которые сегодня будут иметь дебют, которые впервые носут зрителей, широкой публики, представят свои работы. Поздравить их сердечно, пожелать дальнейших успехов и сердечно поблагодарить его и сердеча за то, что вы знали, за то, что вы нам помогаете, за то, что вы ведете это очень важное направление. Ну, я попрошу вас, наверное, взять слово и дальше вести наши встречи. Спасибо. Сегодня вы присутствуете на уникальном событии, потому что, в общем-то, это будет первый концерт молодых комплекторов-черкородчин, которые занимались профи на целый год, молодых комплекторов моим. И это был такой первый пробный камень. Я убежден, что это будет очень разная музыка. Каждый найдет что-то свое, что-то интересное для себя. Но очень-очень я хотел бы сказать пару слов. Но для для кого не секрет, что сейчас в России очень активно поддерживается молодежь, развитие молодежи, прежде всего в спорте. Особенно это активно пошло в связи с олимпиадой, проведения ее. Очень активно поощряется духовно-этическое воспитание молодежи. И намного реже обращает внимание на культурно-эстетическое, пложественное и эстетическое направление. И очень приятно, что в Белгородчине по подрантажам губернатора с подачей ректора Белгородского государственного института искусств осуществился этот проект. Потому что ребята, молодые, должны знать, что они могут стать не только экономистом, врачом, но они могут стать композитором, они могут стать писателем. То есть и более того, они должны знать, что есть места, где это могут научить. Потому что просто так, чтобы стать писателем-эстетическим. Какие бы ни были изначально способности, их нужно раскрыть. И это очень сложный процесс, потому что здесь нельзя просто чему-то научить. Понимаете, вы? Игре на инфекционерте в той или иной степени можно научить. Это может не будет приличный музык, а потом будет профессионалом. А здесь профессионал-то, в общем-то, и не совсем нужен. Вот он тот, кто принимается. Потому что здесь нельзя просто передать какие-то знания, нельзя навязать свои эстетические вкусы, потому что получится такой же, как ты. А если он куач, значит, он нужен позже. Потому что это уже было. И это очень сложный процесс, очень тонкий, очень деликатный. Я в своем лице представляю достаточно большую традицию ургурской музыки, пущущую Ачеколая-Интереевича Ривского-Консенкова, Черезлядова, Мисковского, Хачатуляна. Они находят своего непосредственно-педагога Кирилла Евгеньевича Волкова. И Арама Ильича Хачатулян всегда своим студентам показывает и говорит следующее. Можно вот сделать так-то, здесь можно переделать так-то, но в любом случае будет музыка Арама Хачатулян. А теперь идите и думайте, и сделайте так же, но в этом кругу. Понимаете? Вот в этом сложность, вот в этом особый, деликатный подход к этой профессии нужен. И поэтому не случайно, вы, наверное, уже в программах обратили внимание, наш концерт быстрым, необычным образом. Мои сочинения, то есть, сейчас не в конце, а в начале и в завершении концерта, чтобы вы сразу же могли понять, насколько по эстетике эта музыка каждого из студентов будет отличаться от моей, но в то же самое время что-то незримое будет в ней общей. Это и есть та традиция, традиция, которую я пытаюсь привести на белгородскую землю, потому что, понимаете, традиция, это не то, чем мы должны все гордиться. Мы знаем, что у нас одна из самых крупных в мире композитных крышков, Игорь Черновского, Шостаковича, мне нуждается в представлении ни в одной стране. Но традиция, это не просто то, что было, то, что мы чтим, то, что мы помним. Традиция, это то, что мы делаем везде сейчас. Если мы сейчас этого не будем делать, то, в общем-то, традиция может превратиться в музей, в память, а не в живую ветвь, в живую лить, которую я и пытаюсь выявить моим студентам. И сегодня вы услышите колоссальную политику по жанрам. Это будет музыка от сольных жанров до хора, камерно-вокальная, эстрадовая, камерно-вокальная, классическая и даже оркестровая музыка. То есть совершенно значительное разнообразие. И я очень доволен этим годом и очень рад, что в белгородской земле так с интересом и уважением относятся к очень-очень сложной статистической профессии как композитору. И большая благодарность и ректору Булганскому Сергею Ивановичу, и духовному инициатору проекта Царченко Евгению Степановичу за то, что они доверили мне создание такого серьезного проекта. Не буду больше занимать ваше внимание, я передаю слово ведущей концерта и, естественно, самой музыке. Приятного прослушивания! Дорогие друзья, мы сейчас познакомимся с образом Григория Сергеевича, написанным для тома. Кратко скажу, что более ста сочинений уже созданы Григорием Сергеевичем, и все произведения представляют всю существующую на сегодняшний день по виду жанру. Можете представить, насколько это велико. И откроет наш концерт. Книга «Исравила» для Малой Доброй и Фрагиана. Исполняет кухонь Анастасия Добра, Волгогрюстонарова конкурса, Книга Иванова. Книга «Исравила» Волгогрюстонарова конкурса, Книга «Исравила» Волгогрюстонарова конкурса, Книга «Исравила» Книга «Исравила» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Аплодисменты. 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 Дорогие друзья, Представляем вашему вниманию молодежи и кадры на оркестре полемнистов и аккордеонистов факультета исполнительского искусства. Это творческий коллектив, достаточно уникальное явление культурной жизни Белгородчины. В его составе студенты как музыкального колледжа, так и факультета исполнительского искусства. Оркестр ведет очень активную концертную и конкурсную деятельность, и результаты этой деятельности достаточно высоки. Так, например, в прошлом году коллектив стал обладателем первой премии на международном конкурсе «Аккордеон плюс» в Ростове-на-Дону, а также лауреатом первой премии международного конкурса «Белая мира» в Белгороде. И далее, как в октябре этого года, оркестр принял участие в двух международных фестивалях «Баянного» и аккордеонного исполнительства, проводивших в Беларуси и Булатке. Без сомнения, немалую лепту в развитии творческой деятельности оркестры внес его нынешний художественный руководитель Александр Шатов. С момента его появления значительно расширился исполнительский результат коллектива, в артенале которого появились произведения самых различных жанров и направлений от узысканной музыки и поисковородных до партитур современных композиторов. Итак, коллектив в том числе занимается пропагандой произведений молодых композиторов. Алексей Селиван, галер, исполняет ансамбль военистов-столисты оркестра, дирижер Игорь Ивкович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok